Продолжение следует... Открытие радиоактивности относится к разряду случайных открытий. Ряд веществ после облучения солнечным светом светится в темноте. Такой вид излучения называется фотолюминесценция. Французский физик Антуан Беккерель предполагал, что соли урана создают фотолюминесценцию и изучал свойства этого излучения. Он обнаружил, что излучение солей урана подобно рентгеновскому излучению. Оно способно засветить фотопластинку, обёрнутую в чёрную бумагу. В 1896 году из-за облачной погоды ему не удалось провести свой эксперимент. Он положил бумагу и пластину вместе с солей урана в ящик стола. Благодаря счастливой случайности Беккерель сделал открытие. Он проявил пластину и увидел изображение креста, лежавшего поверх бумаги в том же ящике. Это означало, что соли урана самопроизвольно, без каких-либо внешних воздействий создают излучение. Самопроизвольное излучение атомов называется радиоактивность. Излучением радиоактивности занимались учёные Мария Складовская-Кюри, Пьер Кюри, Эрнест Резерфорд. Чета Кюри обнаружили новые элементы, которые способны создавать радиоактивное излучение. Химические элементы были названы полони, в честь родины Марии Кюри, Польши, и ради, что означает лучистые. В результате экспериментов было установлено, что все элементы с порядковым номером более 83 в таблице Менделеева являются радиоактивными. Первые эксперименты по радиоактивности были направлены на изучение свойств нового излучения. Радиоактивное излучение оказывает действие на фотопластинку, вызывает ионизацию воздуха, свечение некоторых веществ, обладает высокой проникающей способностью. Исследования учёных показали, что радиоактивное излучение по составу сложное. В нём присутствуют три вида излучения с различными свойствами – альфа, бета, гамма излучения. Исследования свойств излучения показали, что их проникающая способность различна. Альфа-частицы задерживаются листом бумаги, а бета-лучи задерживаются металлической пластиной толщиной около 1 мм. Самая высокая проникающая способность у гамма-лучей. При прохождении через свинец толщиной около сантиметр их интенсивность уменьшается только вдвое. Эрнест Резельфорд определил массы частиц и установил, что бета-лучи – это поток электронов, а альфа-лучи – это ядра атомов гелия. Гамма-лучи не заряжены, они не отклоняются магнитным полем и представляют собой жёсткое электромагнитное излучение с частотой, превышающей 3 на 10 в 18 степени Герц. Изучая радиоактивное излучение химических элементов, Эрнест Резельфорд и английский химик Фредерик Содди совместно пришли к выводу, что радиоактивные элементы в результате излучения выбрасывают альфа- и бета-частицы и превращаются в другие химические элементы. Следовательно, радиоактивность связана с изменением ядер атомов. В 1913 году Содди сформулировал правила смещения для альфа- и бета-распадов. При альфа-распаде ядро теряет положительный заряд 2Е, масса его убывает на 4 атомные единицы. Вновь полученный элемент расположен на две клетки ближе к началу таблицы Менделеева. Z – заряд ядра, выраженный в зарядах электрона, а массовое число определяется округлением до целого числа атомной массы, указанной в таблице Менделеева. Например, полоний находится в 84-й клетке, Z равен 84, а массовое число А – 214. При альфа-распаде вылетает ядро атома гелия, гелий 2,4, и полученное ядро имеет порядковый номер в таблице Менделеева – 82, а массовое число – 210. Так выглядит реакция альфа-распада. При бета-распаде из ядра вылетает электрон, в результате заряд ядра увеличивается на 1Е, а масса практически не меняется. Полученный новый элемент расположен ближе к концу периодической системы Менделеева. При бета-распаде, кроме электрона, образуется еще частица, которая называется антинейтрина, не имеет ни заряда, ни массы, но обладает энергией. Посмотрим реакцию бета-распада для Нептуния. Нептуния находится в 93-й клетке, его заряд – 93, массовое число – 239. При бета-распаде вылетает электрон и антинейтрина. Образованное новое ядро находится в 94-й клетке, и атомная масса его – 239. Таким образом, ребята, помните, что при альфа- и бета-распаде выполняются законы сохранения электрического заряда и массового числа. Итак, радиоактивность – это самопроизвольное превращение одних ядер в другие, сопровождающиеся испусканием различных частиц. А сейчас прорешаем задачи на новую тему. Первая задача. Какой элемент образуется из лития 3,8 после одного бета-распада и одного альфа-распада? Запишем ядерную реакцию. Литий. Из него должен вылетать электрон при бета-распаде, Е-1,0, и должен вылетать гелий, гелий-2,4 при альфа-распаде. И образуется новое ядро атома гелия. Ответ – образуется гелий. Дома, пожалуйста, решите следующую задачу. Какой химический элемент образуется после двух альфа-распадов и одного бета-распада из урана 92-239? Следующая задача. Ядро химического элемента ВИСМУТ-83211 получилось из другого ядра после последовательных альфа- и бета-распадов. Что это за ядро? Для того, чтобы решить эту задачу, мы опять используем закон сохранения зарядового числа нижнего индекса и массового числа верхнего индекса. И полученная ядерная реакция запишется в таком виде. Подсчитав сумму зарядовых чисел и массовых чисел, мы получаем ответ, что здесь получился изотоп полония. Полония 84215. Дома, пожалуйста, решите следующую задачу. Ядро полония 84216 образовалось после двух последовательных альфа-распадов. Из какого ядра получилось ядро полония? Итак, ребята, сегодня вы узнали, что такое радиоактивность, узнали свойства альфа-бета-гамма-лучей и научились решать задачи на реакции альфа- и бета-распада. На сегодня урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok